Каждый хоть раз в жизни пробовал на вкус эту сладкую ягоду с лёгкой кислинкой. Варенье, джемы, компоты, мармелад, смородина идеальна для приготовления десертов. Садоводы очень любят смородиновые кусты, не только за вкусовые качества, но и за огромную пользу для здоровья. Приветствуем, дорогие друзья, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о смородине. Название ягоды происходит от древнерусского слова «сморот» – «сильный аромат». Известно более 190 видов смородины, в это число включены и гибридные сорта, выведенные селекционерами. Самые известные виды – красная, чёрная и белая смородина. Смородина – близкий родственник крыжовника, эта ягода также растёт компактным кустом. Более всего смородина известна как садовая культура, однако некоторые виды, например, чёрная и красная, встречаются в дикой природе в Сибири и на северных территориях Европы. Смородину выращивали на Руси ещё в 11 веке при монастырях, поэтому иногда её называли «монастырская ягода». В пищу употребляются не только ягоды, смородиновые листы – кладезь полезных веществ и витаминов. Из них делают настойки и заваривают чаи, которые повышают тонус и укрепляют иммунитет. На поверхности листа смородины из специальных желёз скапливаются эфирные масла, придающие растению приятный запах. Некоторые виды смородины красиво и обильно цветут, поэтому их используют в качестве декоративных украшений в садах. В неспелых плодах смородины намного больше витамина С, чем созревших. Некоторые искусственные пищевые красители изготавливают из ягод чёрной смородины. Пряные листья смородины добавляют в банки при засолке овощей. Чёрная смородина содержит всего лишь 60 ккал в 100 граммах, а красная – и того меньше 50. Так что в сезон смородины красавицы, следящие за своей фигурой, могут без опаски лакомиться вкусной ягодой. Но, конечно же, стоит ознакомиться с противопоказаниями и не есть в избытке. Кусты смородины очень любят влагу. В садах их сажают в метре друг от друга, поскольку тень от соседа плохо сказывается на росте ягод. Некоторые виды смородины способны переносить морозы до минус 50 градусов. Чтобы смородина накопила много полезных веществ, ей нужно солнце, но не жара. Поэтому самая полезная смородина растёт в суровом климате погожим летом, а меньше всего полезных веществ в южной смородине, выросшей дождливым пасмурным летом. Смородина помогает выводить из организма изотопы при радиационном излучении. Смородина вкусная и полезная ягода. Болезни сердца, авитаминоз, сосудистые заболевания, лишь небольшой перечень недугов, с которыми помогает справиться это чудесное растение. На этом всё. Берегите природу, смотрите другие наши ролики, пишите интересные факты о смородине в комментариях. Спасибо за просмотр. Будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмёте на колокольчик. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok